Восьмой канал и Школа Телевидения Прайд представляют Всем привет! С вами снова мы, Захар и Ульяна Рощепкина, ведущие самой дерзкой телепрограммы для подрастающего поколения. В следующие полчаса мы хотим рассказать вам о том, что узнали сами. И чем жажут поделиться с вами наши специальные корреспонденты. Как передать волнение и о чем говорить по телефону, если звонишь впервые девочке, которая тебе давно нравится. Что такие кастомайзеры и можно ли собрать мотоцикл своими руками. Все самое основное в профессии кондитер. А также что интересного в области технологических новинок. В сфере кулинарии и хореографии. Взрослые ответят на сложные детские вопросы. А мы покажем свои таланты. Считается, что первый в мире слова по телефону произнес в конце 19 века помощник американского изобретателя Александра Белла. По фамилии Ватсон. Возя из соседней комнаты с проводами от аппарата, который они испытывали, он поранился и произнес ругательство. Одна из деталей срезонировала. И его услышал Белла, находящаяся в соседней комнате с приемным устройством. Так совершилось великое открытие, которое во многом изменило нашу жизнь. Что ж, ученые тоже люди. Хотя ругаться, конечно, не очень хорошо. Рассказ о том, что можно и нельзя говорить по телефону. Когда впервые звонишь, понравишься тебе девочке. В сюжете Дима Умарова. Смотрим. Ты наконец добыл заветный телефон самой красивой девочке в школе и решился ей позвонить. Не знаешь, с чего начать? Стоп. Так можно все испортить. Первый звонок – это очень важно. Сначала надо подготовиться. Трясет от волнения? Звони. Нет, не ей, а маме, бабушке, другу. Разговор с привычным тебе человеком настроить на нужный лад. Успокоился? Пиши план. По пунктам. Все, что хочешь сказать. Тогда не будет неловких фраз. Ам, что это вот там? Забыл. Когда звонить? Лучше в середине недели. Среда, четверг, вечером. По правилам хорошего тона, не позже от девяти часов. С чего начать? Лучше со слова «здравствуй». Это значит пожелать человеку здоровья. Спроси, как дела, сделай комплимент. Не банальный, по существу. Например, ты сегодня хорошо отвечала на уроки алгебры. Не могла бы ты помочь мне сделать домашнее задание? Обсуди контрольную подготовку к геерам. Главное, никого не критикуй, ни на что не жалуйся. Она должна понять, что ты сильный и умный. Поэтому не тараторь. Говори медленно и с улыбкой. Не получается? Срочно к зеркалу. Смотри на себя и говори. Первый разговор должен быть коротким. Минуты две, три, не больше. Главное, успеть договориться о свидании. Встретиться в пятницу на перемене и обсудить возможные планы на выходные. Закончить разговор лучше шуткой. Тогда она еще долго будет улыбаться, положив трубку и вспоминать о тебе. Он успел что-то сказать? Не надо перезванивать. Ты говоришь уже о три первой встречи. Ты ведь для этого и звонил. А тебе могу добавить, что производители телефонов не рекомендуют снимать трубку во время звучания сигнала. Да-да, лучше это делать в перерыве между звуками, потому что именно в момент звучания сигнала через телефон идет ток значительной величины. И снятие трубки в этот момент способно на 30% сократить срок службы вашего мобильного. Продолжает тему исследований... Наш эксперт в области высоких технологий. Иван Витошкин. Ваня, тебе слово. Благодарю, коллеги. Итак, об удивительных вещах, изобретениях и самых прикольных технологических новинках. Вероятно, в будущем люди перестанут пользоваться авторучкой, но пока в этой области по-прежнему происходит усовершенствование. Так, новое устройство LearnStift – это ручка, которая умеет в реальном времени анализировать правописание пользователя и сообщать ему о допущенных ошибках. Когда пользователь допускает каллиграфические или орфографические ляпы, грамотная ручка вибрирует. А когда допущена грамматическая ошибка, то вибрирует дважды. Таким образом, вполне можно научиться писать и грамотно, и красиво. Настоящий прорыв в энергетике совершили ученые из Ферганского государственного университета Узбекистана. Они создали, по сути, электростанцию в кармане. Этот источник энергии представляет собой термопленочный электрогенератор, способный преобразовать любую тепловую энергию в электрическую. Мощность мини-электростанции пока не поражает воображение, однако вполне позволяет, к примеру, заряжать мобильный телефон и другие гаджеты. О других технологических новинках расскажу уже в следующем выпуске «Занимательных технологий». С вами был Иван Летошкин, передаю слово нашим ведущим. Спасибо, Иван. А мы переходим к рубрике «Интересные профессии». Знаешь, Ульян, вот мы сейчас с тобой учимся в колледже и каждый день ездим на учебу из другого города, потом институт, потом работа, скорее всего, тоже в Москве. А как думаешь, есть такие профессии, чтобы работать дома, но при этом рано не вставать, ну и так далее? Есть! А в одной из таких профессий как раз смел сюжет. Смотри, вдруг тебе пригодится. Освоить профессию кондитера можно в любом возрасте. Для этого даже не обязательно где-нибудь учиться. Рецепты подскажет интернет, а все остальное – твоя собственная фантазия. Так считает Майя Климина. Ее детской мечтой было стать… Ветеринаром, насколько я помню. Ну, как видно, я сейчас специалист по организации натурпоездок в декрете, занимающийся кулинарией. Офисный костюм менеджера Майя сменила на джинсы и майку. Именно в этой одежде ей удобнее всего готовить. Работает Майя дома. Желающих заказать у нее эксклюзивную выпечку – огромное количество. А ведь готовить она начала довольно поздно – на втором курсе института, после того, как вышла замуж. И это был совсем не торт. Фу, по-моему, больше. А вот первый торт Майя испекла спустя ровно 10 лет после свадьбы. На мое удивление, он у меня получился. У меня получился бисквит и не подошва. У меня получился мус, который застыл, не потек по тарелке. Ну, вот, собственно, с этого все началось. Майя искала интересные идеи выпечки. Причем не только на российских сайтах, а и на зарубежных. Для чего подтянула свои знания английского языка. Пришлось купить специальное оборудование. Девушка готовила, фотографировала и выкладывала свои шедевры в социальные сети. И однажды… Меня попросила знакомая сделать торт для ребенка на Кристина. И возместила мне стоимость продуктов. Ну, как-то так, сарафанное радио одно за другое. Стоимость готового торта включает в себя затраты на продукты, коробку и ленты для упаковки, а также свет, газ и воду. Все вышеперечисленное умножается на два. Каким образом посчитается затраты на свет и воду? Сейчас большинство домов оборудовано счетчиком. Когда вы начинаете процесс готовки, вы смотрите показатели счетчика. Когда вы заканчиваете, соответственно, снова их снимаете. Например, сколько будет стоить вот этот торт? Ну, здесь у нас примерно полтора килограмма. Довольно скромный дизайн. Этот торт будет стоить около 1800-2000 рублей. Эта профессия развивает фантазию, мелкую моторику. А также для нее нужно невероятное терпение. Она для тех, кто может сам себя организовывать. Ну, это же женская профессия. На самом деле, лучшими кондитерами считаются мужчины. А потом скажу тебе по секрету. Ни одна девочка никогда не откажется от вкусного пирожного. Я была бы не против, если бы мой брат, пусть даже очень редко, баловал свою семью вкусной выпечкой. Я подумаю об этом досуге. А пока еще об одной профессии. Скорее даже о признании. В рубрике «Хочу знать» потомственный музыкант Вадим Элленкрик о том, как стать абсолютно счастливым человеком во взрослой жизни. Будучи несчастным в детстве, играя по 9 часов в день на трубе. Вадим Симонович Элленкрик родился 4 мая 1971 года в Москве. Окончил детскую музыкальную школу по классу фортепиано. Когда учился в школе, взял себе второй инструмент – трубу. После поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Звезда мирового джаза, солист биг-бенда Игоря Бутмана. Создатель коллектива Вадим Элленкрик и его группа. Доцент кафедры джазовой музыки Государственной классической академии. Вместе с шоуменом Тимуром Родригесом создал джазовый проект «The Jazz Hooligans». В записи его сольных альбомов принимали участие такие звезды мирового джаза, как Хайрам Буллок, Уилл Ли, Крис Паркер, Дэвид Гарфилд и Рэнди Брэкер. А кем вам больше всего на свете хотелось стать в детстве? В детстве я хотел быть, конечно, человеком какой-нибудь героической профессии. Я мечтал быть либо пожарным, либо сотрудником милиции, либо военным, потому что я считал, что самое большое счастье, которое может быть, это, конечно, служить людям, помогать людям, спасать людей. Но так вот сложилось, что я стал музыкантом. Вадим, скажите, ваши родители хотели выбрать саксофон, но вы выбрали почему-то трубу. Наверное, бывают в этой жизни какие-то обстоятельства, которые называются словом «судьба». Вот я увидел саксофон, и он мне не понравился. И потом я увидел трубу, и как-то вот вдруг понял, что это моё. Какие знаменитые музыканты вас вдохновляют? Когда я учился в музыкальном училище, они были богами для меня, такими кумирами. А спустя какое-то время вот все те, кто были моими кумирами, они сейчас мои хорошие знакомые. Марсалис Рэнди Брейкер – это замечательные совершенно трубачи американские. Но мы с ними общаемся вот так вот по-товарищески, особенно с Рэнди Брейкером. А вы ходили с удовольствием на занятия, или были времена, когда вы хотели всё бросить? Мне когда рассказывают, что кто-то ходит с удовольствием заниматься музыкой, я очень скептически к этому отношусь. Я не мог играть в футбол и в хоккей, потому что мне надо было беречь пальцы, потом мне надо было беречь губы. И я с такой завистью смотрел, как люди после школы. И вот они договаривались, что они будут делать. Они ходили в кино. Но зато расскажу вам интересную вещь. Все мои одноклассники, они сейчас с грустными лицами, с серыми, просто как на каторгу идут куда-то работать в офис. И даже очень успешные бизнесмены, у них нет этого выражения счастья на лице, потому что они точно так же, как я тогда вот шёл заниматься музыкой, они сейчас так же вот идут на работу там к 9 часам, в 8 заканчивают, 5 дней в неделю, и только суббота-воскресенье у них выходные. А у меня наоборот. Я утром встаю, попиваю чашку кофе, смотрю любимый сериал, иду в спортзал. После этого я пришёл домой, заварил этот китайский чай пуэр, я пью пуэр, занимаюсь на трубе, пообедал, пошёл, отыграл концерт. И самое главное, всё с постоянным, с перманентным ощущением счастья. Можно ли стать известным музыкантом без специального образования? В истории есть примеры, когда люди становились великими музыкантами без специального образования. Я давал урок игры на трубе Роджеру Уотерсу, лидеру группы Pink Floyd, при том, что он сам играет там на гитаре, на бас-гитаре, и вдруг в процессе выяснилось, что он не очень хорошо знает ноты. Группа Beatles великая, они тоже, когда начинали, они не были супер-музыкантами. Скажите, а смогли бы вы ограбить целый банк? Нет, боюсь, что не смог бы. Если мне что-то нужно в этой жизни, я думаю, как можно этого добиться, заработать, получить. Но я не люблю всё и сразу. Я не люблю войти в банк, забрать оттуда два мешка денег и стать богатым. Мне кажется, в этом богатстве не будет такой вот явной ценности. А вот если ты всю жизнь учился играть на трубе, и потом играешь, и тебе вот те же самые два мешка денег их принесли просто потому, что ты здорово играешь. У меня вот гораздо больше ценности в этом. А у вас есть вредные привычки? Я абсолютный адепт и всех убеждаю вести здоровый образ жизни. Надо понимать, что наши ощущения жизни в здоровом теле сильно отличаются от ощущения жизни в нездоровом теле. Что вас вдохновляет? Вдохновение можно найти где угодно. Вдохновение – это общение. Вдохновение – это дождь, который падает с неба. Вдохновение – это когда ты открыл окно, а оттуда вот воздух чистый. Вдохновение – это когда ты заварил чай, ты сделал глоток, и вдруг чувствуешь, какой потрясающий вкус. Это всё вдохновение. Как говорил Пётр Ильич Чайковский, если у меня нет вдохновения, я сажусь, начну работать, и оно приходит. Вы удачливый человек? Я не верю в удачу. Я верю в работоспособность. Что бы вы хотели пожелать нашему поколению? Больше находить ценности в живом человеческом общении. Закрывайте компьютер, выключайте там iPad, мобильный телефон. Просто выходите пройтись, подышать, пообщаться. Спасибо, Вадим. Кастом в переводе с английского означает «сделанный на заказ». Например, мотоцикл. Как правило, этим занимаются специалисты. Но настоящие байкеры считают, что кастом должен быть собран своими руками. Когда-то наш папа пытался собрать нечто подобное в своём гараже, но светотехническая диковина так и не увидела. Вот я и решил разобраться, что тогда помешало папиной зеброяве стать не просто произведением гаражного дизайна. А первым транспортным средством, на котором он могла покатать нашу маму. Кастомайзеры – это люди, способные превратить обычную вещь в шедевр. Это касается и мотоциклов. Разобрать железного коня на части, а потом собрать, одновременно улучшая его внешний вид и технические характеристики. Этот процесс можно разделить на несколько этапов. Первый и самый важный – это разработка концепции, дизайна, списка запчастей, которые будут в этом мотоцикле использованы. Следующий этап – сборка мотоцикла. Сначала одеваем на мотор раму. Полученную конструкцию переносим на платформу. Тут нам понадобится помощь, ведь мотор очень тяжёлый. Наш весит почти 100 кг. Конструкцию закрепляем с помощью ремней. Устанавливаем маятник задней подвески. Обычно он крепится к раме, но мы прикрепим его прямо к мотору. Такой хитрый ход позволит мотоциклу в два раза быстрее разгоняться со старта. Устанавливаем заднее колесо. На нём уже имеются тормозные диски. Крепим к раме вилку. На неё сверху ставим руль. Прикручиваем. Теперь очередь переднего колеса. Передние тормоза заранее скреплены с боковыми зеркалами. Их и поворотники крепим к рулю. Устанавливаем дуги безопасности, бензобак и защиту переднего колеса. Ну и, наконец, сидение. На всё про всё полтора часа. Так, ну мы видим, что мотоцикл собран. Но тут всё-таки чего-то не хватает. Да, основное, основное как бы всё есть. Из больших деталей не хватает только маслового бака и выпускной системы. После того, как мотоцикл готов, его нужно опробовать. Он должен проехать там тысячу. И даже если ничего не сломалось, ещё раз осматривают. Какие-то вводят, вносят коррективы. Теперь его можно покрасить, добавить какие-то дизайнерские элементы. Но самое главное это... Душа остальное может варьироваться всё в беспредельных каких-то объёмах. Собранный собственными руками мотоцикл имеет шанс на участие в выставке. Ну а это произведение искусства с названием «Скайуокер Скэди», что в переводе означает «Кадиллак Скайуокера», героя фильма «Звёздные войны». На его создание ушло более трёх лет, а цена превышает 200 тысяч евро. Именно эта модель нам доказывает, что фантазия и возможности кастомайзинга безграничны. Безграничны. Невероятно за полтора часа собрать настоящий чоппер. Понятно, что этому процессу предшествовал длительный период подготовки. Кстати, мастера посоветовали мне и тем, кто интересуется данной темой, уделить особое внимание физике, геометрии, истории и изобразительному искусству. Основы знаний именно этих предметов сильно помогают, когда приступаешь к реализации своей мечты. А мечта ведущего рубрики «Занимательные технологии» была научиться готовить. И как он приступил к её реализации, мы сейчас увидим. Здравствуйте. Здравствуйте. Это рубрика «Монстры на кухне». Так. Иван Витошкин. Да. И Татьяна рассказывает. Что мы сегодня будем готовить, Иван, рассказывай. Сегодня мы будем готовить суп-пюре. Это замечательный суп для тех детей, которые не очень любят варёные овощи. Кроме морковки нам сегодня понадобится очень много вещей. Картошка и капуста. Сливки, растительное масло, сливочное масло, креветки. Штучек шесть, а то и больше. Крутончики, то бишь сухарики. Соль. Ну, остальное пожелание. Сюда мы поместили молотый имбирь, кардамон, перец белый, перец чёрный, перец чили. И вот у нас такая получилась смесь. Это всё нужно для того, чтобы суп лучше усвоился и организм функционировал у ребёнка, как часы. Начнём мы, пожалуй, с того, что очистим овощи. Давайте-ка, Иван, мы почистим креветки. Креветки готовы, картошка готова, морковка готова. Для того, чтобы в них сохранились витамины, закладывать в кастрюльку их нужно поступательно. И первую мы кладём... Морковку. Сколько варится морковка? 35 минут. После морковки... Мы кладём картошку, которая варится ровно полчаса. И потом? И потом у нас капуста 15 минут. Варёные овощи мы сложили в специальный стакан для того, чтобы сейчас блендером их измельчить. И Иван, скорее всего, этим и займётся. Правда, Иван? Прекрасно. Вот тебе варёные овощи, вот тебе блендер. По мере того, как мы будем овощи блендером измельчать, мы будем добавлять в этот стакан сливки. Ну что ж, наш суп-пюре практически готов. Остались финальные штрихи. Сейчас мы будем поджаривать специи. Для этого я выливаю в сковородочку оливковое масло. А жарятся специи ровно 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И вот такую вот смесь. Мы сейчас выйдем в наш замечательный суп. У нас остался последний штрих. Мы сейчас поджарим креветочки. И с их помощью украсим наш замечательный суп. Ну что ж, наш суп-пюре с креветками готов. Для приготовления четырёх порций крем-супа понадобится три средних моркови, три средних картофеля, одна маленькая цветная капуста, 100 грамм креветок, 50 грамм сливочного масла, 50 грамм оливкового масла, 1 литр сливок, соль, специи по вкусу. Для украшения зелень и сухарики. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы. Иван Битошкин и Татьяна рассказывают. Да, Ваня, чуть не забыли самое главное. Да, да, вот. Собственно, такой суп можно приготовить из любых овощей. Дорогие родители, если соберётесь куда-нибудь надолго уезжать, не забудьте положить в холодильник варёные овощи. В наш век высоких скоростей мне, как представителю сильного пола, это простое в исполнении и экономящее время блюдо по душе. А мне по душе аргентинская танго. Встречаем мэтра этого вилтанца Сергея Стаценко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, привет! Ну что, юные тангеры и тангеры, надеюсь, опять же-таки не прошло время даром, да, потренировались. Сейчас мы с вами повторим то, что было у нас, да? Шесть шажочков. Кунита. У нас было очи. Сэндвич. Теперь, знаете как, остановимся на том сэндвиче, на большом. И там, да, мы, я вам расскажу, как немножко подзадорить вашего кавалёра. Когда вы делаете очо, назад, делаете сэндвич, смотрите, да, подводится ее нога, там, теперь подводится голень, голень партнера, и она заигрывает таким образом. Ганчи в переводе с испанского удар или крюк. Элемент служит для украшения танца и представляет собой мах ногой под колено партнера. Посмотрите, сейчас мы попробуем с Еленой это изобразить. О, что? Да. Сэндвич. Она переходит уже. Ну, хорошо, спасибо. Да. Переходит, я останавливаю, возвращаю, она делает ганчу и шагает обратно. Смысл в том, что это не точка, там не надо делать точку ноги, это согнулось и обратно. И не сгибайте ногу здесь. Колено. Вы должны вести ее здесь. И тогда она сгибается. Потому что так вы точно ударите партнера, абсолютно точно ему нужно будет хоккейное обуднирование надевать, танцуя с вами танго. И в сторону. И очередь назад. Раз. И еще одну. И посадили даму. Правой ногой встали к ее ноге. Взяли здесь поглубь, да? И переносим вес на левую. И она бросает ножку. Да? Теперь, смотрите, правую ставим назад. И она опускает ножку. Ну вот, сегодня мы, можно сказать, подытоживаем. Дело в том, что мы практически... Все основные такие движения, достаточные для того, чтобы станцевать на мелонге танго с девушкой, мы с вами изучили. Спасибо. Спасибо. Вообще, этот танец, как конструктор лего. Достаточно знать основные движения, и можно комбинировать их в любом порядке. Главное, точно знать, что и каким движением ты хочешь сказать своему партнеру. А мы переходим к рубрике «Наши таланты». Напоминаем, чтобы принять в ней участие, достаточно прислать видео со своим номером на адрес электронной почты, указанный на экране. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Сестрова. Мне 10 лет. Я из города Оренбурга. И сегодня я вам свою песню «Fly so high». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я приехал из города Оренбурга. И сейчас я вам прочитаю рэп про курицу. Девчонки! Меня зовут Артём Мел. И сейчас я прочитаю вам рэп из жизни. Танцуют все! Лечу на велике, гоню в кармане, шорт-рогатка. Опять мои стихи и я каникулы разрядка. А я хочу, хочу глядь, а я хочу на улицу. С балкона мама мне кричит «Сынок, купи мне курицу!» Сынок, купи мне курицу! А я хочу на улицу! Сынок, купи мне курицу! Сынок, купи мне курицу А я хочу на улицу В вас выхожу из магазина В руках держу я курицу Триозы Воронки Город Подольск Богородица Бог умолится Бог умолится Низко кланится Ты поди, как человек На Сионскую гору Посмотри-ка, человек Ты вонись, скажу, землю Да и чем это она Изукрашена Да и чем это она Изнаполненная Изукрашена Земля Красным солнышком Изнаполненная Божьей милостью Ты заметила, Ульяна? К нам все чаще приезжают ребята из других городов А это значит, что нашу программу смотрит вся Россия И не только Ведь в рубрике «Наши таланты» побывали уже молодые артисты Из Северодвинска, Климовска, Рязани, Абакана Подольска и Оренбурга, как мы только что видели И, внимание, из Израиля То ли еще будет А в нашей следующей программе Мы узнаем историю возникновения школьной формы Познакомимся с профессией оператор кино и телевидения Посчитаем, сколько комплектов одежды должно быть у каждой уважающей себя собаки Приготовим салат из перчиков с помидорами Поговорим об актерской профессии со звездой театра и кино Анастасией Макеевой И продолжим танцевать аргентинское танго С вами были мы Ульяна И Захар Рошеткин До встречи на том же месте В тот же час Редактор субтитров А.Семкин